И да, ребят, приветствую всех! Мы начинаем серию новых разборов на турнир UFC Fight Night 172. Напоминаю, что данный турнир состоится уже в эти выходные, в ночь субботы на воскресенье, а именно 19 июля. И давайте поговорим о поединке, которого ждут многие российские фанаты ММА. Это поединок Дэви Рамоса против Армана Цырукяна. Давайте попробуем найти для себя оптимальный вариант и, как всегда, поговорим о том, на что можно поставить. Погнали! Рамос является бразильским спортсменом и отсюда сразу же мы получаем вывод, что он является выходцем из бразильского джиу-джитсу. В 2015 году он смог стать чемпионом мира по грэплингу. Кстати, тот турнир проходил также в Абу-Даби. Что касается его карьеры в ММА, то даже на какой-то период времени, если я не ошибаюсь, порядка трех лет он завязывал с ММА, чтобы подготовиться и выступить на чемпионате мира по грэплингу. Что касается его поединка в UFC, то стоит отметить, что у него два поражения, четыре победы. В принципе, каких-то громких имен в его послуженном списке нету, точнее, кого он именно победил. В дебюте он свой бой проиграл по решению судей и крайний поединок он также уступил нашему с вами соотечественнику Исламу Махачеву. Ну, по крайней мере, тот поединок, в принципе, проходил в таком среднем темпе, где Ислам просто именно за счет набора очков смог, скажем так, переиграть соперника и тем самым забрал победу в свою копилку. По большому счету, хочу отметить, что, естественно, сильная сторона бразильца – это борьба, это партер и все, что с этим связано. Что касается его кардио, то есть определенные проблемы в этом аспекте. Если поединок начинает, скажем так, набирать уровень именно темп чуть выше среднего, то уже в конце второго раунда, в начале третьего подседает Рамос, и это видно, на самом деле, невооруженным взглядом. Что касается его ударной техники, то здесь, по большому счету, я не вижу никаких, скажем так, сильных сторон в этом аспекте. Любит он бить так называемые закидухи, да, оверхенды, ну и по большому счету это весь его арсенал на данный момент. И переходим мы к самому главному, это прогноз на этот поединок, и да, ребят, я считаю, что Цурукян должен одержать победу в этом поединке. Я считаю, что он действительно является молодым проспектом. Не думал я, что в своем дебюте он покажет действительно конкурентный, хороший, мощный бой. Здесь, мне кажется, самое главное, Цурукян все-таки пробовать избежать борьбы, да, которую будет предлагать бразилец, так как он, повторюсь, является чемпионом мира по грэпплингу и тягаться с таким серьезным и опасным спортсменом в партере, ну, скажем так, это не лучшая идея. Здесь, как мне кажется, нужно будет работать в стойке, потихонечку металично разбивать, наносить, скажем так, то количество ударов, которое позволит Арману, скажем так, выходить, да, вперед в каждом раунде и, возможно, по очкам уже пробовать забирать этот поединок. И да, друзья, мой выбор это победа Армана Цурукяна, естественно, вы можете со мной не согласиться, поэтому пишите все свои мысли в комментариях, давайте там обсудим этот поединок. Ну, у меня на сегодня все, я буду с вами попрощаться, не забывайте, как всегда, подписываться, с вас мощные бойцовские лайки, всем пока и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok